Кто из нас в детстве и юношестве не зачитывался рыцарскими романами и историями завоевательных походов? Одним из излюбленных сюжетов европейской литературы эпохи романтизма неизменно являлась история крестовых походов, когда по велению церкви рыцари со всех концов Европы двинулись на освобождение святой земли от мусульманского владычества. А сколько фильмов снято на эту тему? Но сегодня мы покажем вам баталии уже мирного времени. Молодые и в основном русскоязычные израильтяне решили восстановить атмосферу средневековья и сделали это именно там, где состоялась одна из самых кровавых битв рыцарей креста с воинами Аллаха. Репортаж Дины Марголиной. Всем на молитву! Нет, это не съемки художественного кино. Эти люди — иерусалимские реконструкторы живой истории. Большую часть времени они живут обычной жизнью, но несколько раз в году собираются вместе, облачаются в средневековые одежды и проживают эпизоды истории рыцарей-крестоносцев и их закляток врагов-сарацин. Одежду, предметы быта, военную амуницию — все это они восстанавливают по научным источникам, стараясь не упустить ни одной детали. Вот это кольчуга. Обмундирование изготавляют вручную, обучаясь параллельно старинным ремеслам, вкладывая в это увлечение немало времени и денег. Средняя стоимость полного средневекового комплекта — более двух тысяч долларов. То есть не то, что мы на этом деньги зарабатываем, да? Мы как бы на это деньги тратим. Построение! Сюда, в горную местность неподалеку от Назарета, реконструкторы приезжают каждый год в начале июля, ибо в 1187 году именно здесь состоялась знаменитая битва урагов-хитина. Армия Салахадина захватила город Тверию, заточив в крепость графиню Ишиву Триполитанскую. Нужно отметить, крестоносцы долго раздумывали, стоит ли прекрасная дама того, чтобы везти конные и пешие войска, облаченные в тяжелейшие доспехи, под палящим солнцем более 20 километров в Тверию, осажденную мусульманами. В итоге, как и в наше время, свою историческую роль сыграли политические интриги. На короля Гиде Лузиньяна было оказано давление, и во главе многотысячного войска он был вынужден отправиться в Тверию. Нас зацепила эта история, и мы живем ее. Рыцари-крестоносцы стали своего рода символом романтизма. Они описываются героями, неукоснительно следующими кодексу чести. Они благородны и бесстрашны. Однако крестовые походы, известные своей особой жестокостью, сыграли в истории неоднозначную роль. А образ воина-крестоносца на поверку не так романтичен. Это обычно были вторые, третьи, четвертые сыновья богатых семей, которым по феодальным законам не полагалось ничего. Все получали обычно первые сыновья. И так сложилось, что вся вот эта толпа людей, она просто поперла на восток. Идеологическая платформа тогдашних рыцарей была крепкой, но, как часто бывает и в наши дни, отличалась двойными стандартами. Идя спасать в Тверию графиню, которая там сидела в осаде, они, выйдя из цепори, сожгли другую женщину. Речь идет о пожилой женщине, которую крестоносцы встретили по пути, и, приняв за шпионку Салахадина, недолго думая, попросту сожгли. Салахадин оказался хитер. Пленная графиня была лишь приманкой. Все, что ему было нужно, это заставить 50-тысячную армию крестоносцев отправиться в поход, оказавшийся ей в итоге не по силам. Здесь жарко, очень-очень жарко. Как и положено было в те времена, все закончилось битвой, в которой крестоносцы были разгромлены. А вместе с тем стала ослабевать и сама идея крестовых походов. Их погубил раздор, раздор в руководстве, не было единства. Прекрасная армия, прекрасные солдаты, прекрасная экономика. Все работало. Кризис власти, то, что называется. Средневековая политика, по сути своей, похоже, не сильно отличалась от сегодняшней. Хотя ближневосточный конфликт в его нынешнем понимании не существовал тогда и в помине. Иудеи и мусульмане жили мирно и сообща боролись с крестоносцами. Те же самые крестоносцы устраивали еврейские погромы на протяжении всех крестовых походов. Начиная от Германии, Франции, Болгарии и, в принципе, на нашей земле. В Иерусалиме, в мечети Амара сожгли как евреев, так и мусульман в одной мечети. Поэтому, в принципе, в те времена мы были ближе. Свидетельств о тех далеких временах осталось не так много. Но современные реконструкторы с удовольствием погружаются в атмосферу иной, совершенно не похожей на нашу жизнь. Впрочем, по их твердому убеждению, человек с тех пор мало изменился. Бог все тот же, и дьявол все тот же, и человек все тот же. Судя по всему, именно вечные человеческие пороки и погубили крестоносцев у подножия горы Хитинской, на которой, кстати, по одной из версий, Иисус произносил свою знаменитую Нагорную проповедь. В Хитинской битве 12 века победу одержали сарацины. Армия гиды Лазиньяна была полностью разгромлена мусульманами под командованием Салахадина, что и положило начало изгнанию христиан из Святой Земли на много столетий вперед. В сегодняшнем походе нет ни победителей, ни побежденных. Но вряд ли кто-нибудь здесь сегодня остался равнодушен и не испытал всех страстей той битвы. Дина Марголина, Игорь Базиленко. Специально для программы «От шабата до шабата».